Всем привет! Это спортивная раздевалка, место, где круглый год может пахнуть потом, а потом еще и шампанским. Спортсмены здесь обсуждают все, что угодно, но мы сегодня будем обсуждать, естественно, баскетбол и все, что связано с ним. Делать это мы будем с нашими крутыми гостями, как вы поняли. Сегодня это люди, которые до сегодняшнего момента связывались с баскетболом только то, что они выросли в одном регионе с Алваном. Это Саня Апташинчук и Серега Орлов. Здорово, пацаны! Привет! Ташинчук! Ташинчук? Да, просто намыли. Ташинчук. А я как сказал? Ташинчук. Ташинчук? Ташинчук. Слава, справедливо радио у тебя сложная фамилия. Сложноватая для первого раза, но мы с тобой знакомы давно, Витя. Ташинчук. И как будто бы уже можно было бы... Ну хорошо, я не обижаюсь пока. Давайте потом смонтируем. Ташинчук. Вот. Очень крупно, губы возьмите. Ладно, не расстраивайся, никто не знает какая фамилия у Вити, допустим. Ну, давайте. Пи-пи-пи... Так, все, пошел на ход отсюда, уберите его. Питков. 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 Ладно, парни, рассказывайте, как обстоят дела в Якутии с баскетболом? Я думаю, прекрасно вообще. У меня очки есть, кольца есть, я думаю, все там есть. Но в Якутске, а по регионам ничего такого. У меня в школе был спортзал. Нет. Вы ходили вообще у себя в регионе на баскет? Есть у вас там спортивные клубы? Ага, да. Какие-то профессиональные. Смотри, мои будни в депутатском я просыпался. Меня отвозила мать в школу. С водителем. Потом после школы я шел на баскетбол. После баскетбола мы спускались с друзьями на ланч. Потом играли в сквош. Да, да. Прекрасно было время, да. Зачем мы уехали, непонятно. Да, да. Помнишь вот эти выпускные? Вот это, когда ты выбирался, с кем пойдешь на бал, вообще было потрясающе. Это супер. А вы знали друг друга до сегодняшнего момента? Окей. Нет, мы же в разных. Он южного, с южного региона я с северного. Ну, относительно Якутии он на юге жил. Ну да. Там на полградуса теплее? Там примерно то же самое, да. Просто теоретически, географически это юг. Блять, все перебрали. Да. Да, Нерингли это столица Южной Якутии. Ну типа считается так. Неофициально. Он там, он мог еще, кстати, у него была возможность в случае чего на поезде куда-то уехать, там недалеко. Да, у тебя. Кстати. У меня вообще никак. То ли никак, ни на чем просто. А у вас нет ни поездов? Нет, ну у нас ни поездов нет. Вертолет летает. Нет, у нас, получается, был такой обрыв, и надо было подниматься на канате, и если до обрыва долетаешь, то можно было выбраться. Ну это первый раз сложно. Ты никогда не был депутатской? Потом ты привыкаешь. Нет, но я тоже не с первого раза смог выбраться. Сначала я сломал себе спину. Нет, я долго-долго тренировался сначала, занимался. Да, да, да. Потом получилось. Ну слава богу, что были взрослые люди в камере со мной, которые мне подсказали. Да, я, кстати, когда выбрался, очумел, что у вас тут в Москве происходит. А какие известные люди есть, кроме тебя и Депутатского? Юрий Николаевич. Ну, сосед мой. Юрий Николаевич? Да. Между прочим, ну смотри, он популярен относительно чего? В Депутатском он очень популярен. Он директор… Пожарной станции. Ну, или как пожарной бригадой. Нет, пожарной вообще. Короче, важный… Просто пожарный, короче. Давай, с Якутией разобрались. Ну, он с Большого города еще. Когда последний раз вы были на баскетболе вообще? Ну… Я последний раз с тобой был. Окей, здесь в Москве. А, нет, после тебя я еще ходил на тренировку по баскетболу. На одну сходил. Серьезно? Тебя настолько замотала Винлига, что ты сходил на тренировку? Да, мне понравилось. Я пошел играть, короче. Я пошел играть со своим товарищем, Давидом Кохаджелидзе. Мы пошли играть… Ташинчук. Спасибо. Да. Ты просто так выиграл. Мы пошли играть, и я подумал, что я буду с ним играть. Мы ходили в какое-то учебное заведение в каком-то спортзале, играть там с мужиками. И я подумал, что я буду с ним ходить. Я даже не успел ни с кем познакомиться. И он порвал кресты на следующей тренировке, мой товарищ. И все, я туда один не стал ходить больше. Потому что я этого никого не знаю. Жалко. Как он? Поправляет? Операцию недавно сделали, да. Супер. Ты когда был? Никогда в жизни. Но у него, смотри, у него головной ауэорд с бейсболом. Наверное, фанат бейсбола. Да? Ну, я думал, что это баскетбольная тема. Понял? Ты настолько не шаришь, да? И только в зеркале я такой… А-а-а. Ну, уже здесь. Бейсбол. Ты пить черное. Там что-то с палкой. В баскетболе, по-моему, нет палки. В баскетболе нет. В баскетболе. В баскетболе. Баскетбол. Ты знаешь… Нет, не знаю. Поясни. С научно-филологической точки зрения… Я как раз гуглил, кстати, пока сюда ехал в такси. Баскетбол правильное. Каждый из вас поддерживает свой любимый клуб так же, как и Минлайн поддерживает нашу раздевалку. К слову, в приложении нашего партнера есть возможность выбора любимого клуба. Копите баллы, предугадывая победу своего фаворита, ведь их можно будет потом тратить на мерч. Просмотр матча в ложе, клубный контракт на день и многое другое. Винлайн делает разницу. У меня есть вопрос, Серега, тебе я его прочитаю. У тебя с Саней будет сегодня баскетбольный матч, вы же в курсе, да? Ну да, да. Вы после этого пойдете на паркет, там будете выбирать игроков, а потом сами зарубитесь в баскетбол. Баскетбол вообще. Да, вот каких финтов… А как ты сказал, баскетбол? Баскетбол, да. Баскетбол, прошу прощения. А я кому? Прошу прощения. Я до этого так говорил. Вы будете играть… Почему вы играете в баскетбол? У вас, кстати, ошибка везде здесь. Я советую вам, пока вам в комментариях не напихали, советую исправить. Сука, первый комментарий будет от него, понял, да? Под этим выпуском. Блять, я же сказал, баскетбол. Баскетбол. Это долго будет продолжаться. Короче, вы сегодня будете играть в баскетбол. Все верно. И такой вопрос, каких финтов, или может быть даже слэмданков, ты можешь… там можно ждать от тебя? От меня можно ждать разные феерические финты и слэмданки, особенно «Порше Дизайн» или «Гуччи». Я вообще стал уже матерый баскетболист. Ну да… Просто я… Почему это все слэмданк, всякие финты? Это все… Ну… Это все трюки баскетбольные. Да, это трюки. А ты все-таки в школе был тот еще трюкач. Да. Это верно вы подметили, конечно. Ты знаешь, о чем речь? Я… Следующий вопрос, пожалуйста. Ты можешь следующую тему поговорить? Нет, нет, давай остановимся на этом. Давайте… Короче, в депутатском… В депутатском был свой трюкач. Алло, алло. Здравствуйте. Чуть поподробнее об этом. Может быть, строчку какую-то. Блин, кошмар. Это псевдоним. Псевдоним Сереги. Ты его дергаешь за его прошлое. Да, за его прошлое. За его депутатское. Ну да, да. Да, да. Ты был рэпер, да? У меня не сломать вообще. Я был рэпером? Да. Нет, не был такого. А в Википедии пишешь, что было? Ну, Википедия что? Вообще… Сейчас ее можно редактировать по этому каналу. Конечно. Википедия что там? В Википедии я тоже много чего написал. Это я сам написал. Как этот путь прошел от рэпера до стендап-комика? Ну, вообще очень просто. Когда ломка происходит? Ты перестаешь употреблять наркотики, алкоголь и все. И сразу трезвеешь и… И такой, ну все, я понял. Не, ну и рэпером… Ну что я рэпером тоже так попался? Ты что ли не был? Вот смотри… Ты что ли рэпером? Ты что ли… Ты знаешь, что быть рэпером в детстве – это как ветрянкой переболеть. Надо, бля, по-любому. Надо. Я тоже был рэпером. Конечно. Не, у нас было… Я и брэпером был рэпером. У нас было почетно быть смотрящим. У нас было почетно быть смотрящим. Все хотели быть смотрящим. Ну, нам тяжело быть рэпером в Якутии, что на улице нам тяжело вырасти вообще в холодно. И у тебя удар нормальный условий. Ну да. Спасибо за комплимент. Если ты не проиграл в школе по драке… Ты хотел быть смотрящим? Да, я очень хотел. Ты где вообще учился? В черном лебеде? Что это, блядь, вообще? В школу так и называлось. Курсы, блядь, на смотрящего. Черный лебедь. Да, там, блядь, у тебя в классе ты и геопика. Нет, у нас реально… У нас в каждом классе был свой смотрящий. Ну, чтобы вы понимаете. В классе или на районе? В классе. Это какой город? На районе. Ну, это уже больше. Там в школе, везде. А был смотрящий? Вот смотри, у тебя есть, получается, смотрящий в каждом классе. Да. А есть еще смотрящий, получается, всех классов, да? Там, короче… Там, да, там смотри. По тому районе. Это, получается, начальник, да? Смотрящий девятых классов, смотрящий десятых классов. Был это город? Да. Ой. Все было? Ага. Так, подожди. Я не был ни одним смотрящим. В каком городе это было? Город Тюмень. А, в Тюмени? Ты из Тюмени? То есть в Тюмени у тебя были смотрящие? Были. Мой одноклассник был. Твой одноклассник смотрящий был? Да, был. Ну, что он за тобой не досмотрел? Не досмотрел? Посмотрите, сидит, блядь, баскетбол называет неправильно. Если ты где-то в СИЗО смотришь нас, ставь лайк, подписывайся на канал. Он в СИЗО? Не пропускай новые выпуски. Ну, скорее всего… Вряд ли он лайкнет. Почему ты решил, что он в СИЗО? Если он сейчас в СИЗО, значит, он только недавно что-то сделал. Потому что СИЗО – это следственный изолятор. У тебя есть с ним вообще? Чего ты? Отвечай. Вот душно. Нет, есть вопрос. Есть вопрос к Сане. Все, блядь. Самое проще, я не доебусь. Сань, ты в юности играл в мини-футбол, правильно? Да. О, да. Почему не в баскет? Скорее всего в одном зале проходил. И мини-футбол, и баскет. Нет, нет, нет. Дело в том, что в городе была знаменитейшая команда в рамках города. Реал Мадрид. В рамках города. Она называлась «Концентрат». В рамках? В смысле за город не выезжали на соревнования? А ты в детстве? Все к нам приезжали. Все к нам приезжали. Ты в детстве играл, да? Да. Ну, потому что мини-футбол ты играл, когда был мини. Правильно? Да, да, да. Вы маленький. Спасибо. Чаще заходите к нам. Спасибо большое. Вы приглашаете. Да, вы все маленькие там. Да. Почему не баскет? Ну, почему не баскет? Что не было секции у вас? Нет, у нас была секция. Это чисто городской вообще. Секция, я тебе говорю, Якутия. Секция, простите меня. Первый спорт в республике – вольная борьба. Это самый главный вид спорта. Следующая какая? Перетягивание палки. Перетягивание палки. Хапсагай. Хапсагай – это… Кстати, угадай, что такое хапсагай? Хапсагай? Да, это тоже борьба. Просто это борьба, но как думаешь, чем она отличается вообще? Почему она по-другому называется? Ну… Допустим, они в трусах, блядь. Нет. Обмазанное масло. Нет. И трахаются они, и говорится. Нет, ну это только я. Ой. Типен, да, блядь, просто в комментариях. Да, да. Но хапсагай вообще это такая борьба, где… Тоже как вид вольной борьбы, но если ты дотрагиваешься третьей точкой опоры до матов, то ты проиграл. Да, нельзя чем-то коснуться до матов. Ну, то есть ты стоишь на ногах, рукой нельзя… Ну, то есть любая третья точка опоры, все, а ты проиграл. Ты занимался этим? Ну, хапсагай. Да. То есть рэпом, хапсагаем. Я и вольной борьбой занимался. Вон там, в Нерюнгре вообще самбо еще распространено было очень. Ну так, ну нет. Да? Самбо? Он к нам депутатский тренер из Нерюнгры приехал. Ну, он где-то, может быть, в школе, где-то в каком-то спортзале преподавал, но типа не было такого, что… Зидо. Что мы делаем вид, что Саня в детстве у себя там… Ну, не только в детстве, в Якутии занимался танцами. Как-то не странно. Брейк-дансом. Брейк-дансом? Естественно. А, ну уважительный вид танцев. Ну, типа… Слон был в почете там, да. Не бальными? Нет. Точно. Жопу ставишь? Бля, буду, бля. Не, я не занимался танцом. То есть ты занимался брейк-дансом? Короче, я… Я занимался бальными. Что? Ты не занимался бальными? Да. Чем ты, блядь, не занимался? И был смотрящим за бальными танцами? Я заоборот занимался бальными танцами. Долго? Ну, где-то это… Да, долго. Мне два, наверное, да? Да нет, я даже… Пока не раскусились, что… Да нет, я реально тебе говорю, занялся бальными танцами. А что у тебя получалось лучше? Стандарт, латино? Мне больше нравилась третья позиция. А что это за позиция? Вот. Ладно, у нас просто хореография была, на всех заставляли участвовать в каком-то конкурсе бальных танцев, я вот участвовал. Такой, ну, был способ унижения какой-то, да? Наказание. За то, что я в карты играл на хореографию, меня заставили. Блядь. Не, правда, реально, нас так заставили. Меня еще в хоре петь заставили в четвертом классе за то, что я там что-то плохо сделал. У тебя была яркая… Ты знаешь, вообще, знаешь, у нас… У меня в школе была лучшая вообще предподавательница по музыке. Она была жестокая, абсолютно. Но она заставила 30 десятилеток выучить песню на азербайджанском. На азербайджанском. А, на азербайджанском. Да. Азербайджанка? Да. Типа, ну… Да, она заставила… На радио не играли их песни… Ты прикинь? Я вот в четвертом классе точно помню, что мы все пели азербайджанский. Я не понимал вообще ни слова, но пел вот эту песню. Ты ее помнишь? Да. Давай пару строчек. Слушай, тогда я… Возможно, это не азербайджанский, кстати. Просто выдуманный. Ну, дай пару строчек. А вы в комментариях напишите. Какой это язык? Выдуманный или азербайджанский? Уждари кабанакавкайе, айуравкавкашиндэш, абэрбайджа, халарбахты… Вот что это такое? Нормально. Кстати, похоже на якутскую песню тоже чуть-чуть. Но и на якутском я тоже учил. Так, ладно. Вернемся к твоим танцам. Ты занимался дэк-дэк-дэк, специалист по танцам. В целом, в КВН ты тоже, ну, как бы… Я там понахватался. Понахватался. Понахватался там тоже, да. Поэтому я тебе, как к специалисту по танцам, здесь среди нас троих, предлагаю сейчас оценить, ну, наверное, самый яркий танец в баскетболе и прокомментировать его. Давай посмотрим. О, у вас есть телевизор. О, у вас есть телевизор. Я очень гусей. Итак, Саня, если ты готов? Наверное, да. Я не знаю. Да, в общем, участвует в нем некий Шакил О'Нил. Знакомого фамилия? Такого парнишку я слыхал, да. Шакил О'Нил. Короче, это Шакил О'Нил, а второй Леброн Джеймс. Я думаю, тоже вы знаете. Легендарный. Итак, перемещаемся куда? В Соединенные Штаты Америки. О, давайте хоть так. Да, на танцевальный батл. Погнали. Итак, всем привет, дамы и господа. Все любители танцев. Мы находимся на чемпионате, на конкурсе по баскетбольным танцам. Итак, первый участник Шакил О'Нил. Это же он? Да. Итак, Шакил О'Нил, что он? О, он переходит в нижнюю позицию. Килограмм 400 сейчас. Что он делает? Он пытается сделать хеликоптер, но ничего не получается. Он просто покрутился на жопе и всех рассмешил. Теперь он вызывает на батл. Типа, давай ты, ну-ка. Ну-ка, что ты можешь? Бля, посмотри. Пошел Локинг. Вот это Леброн Джеймс? Это Леброн Джеймс. Пошел. Он выглядит, как хазбик напротив. Здесь какая-то такая... Да, тут конкурс не билет, как по мужик. О, ну это серьезный. Это серьезный банкер. Как они вообще прокормили такого человека вообще? Сколько он ест? Типа, корову? По-моему, он говорил, что он на завтрак съедает 12 яиц. Слушай, ну они очень пластичные. Вот они все. Даже несмотря на то, что... То все. Инопланетяне. Несмотря на то, что они большие и как будто бы кажется, что неуклюжие, ну смотри, что они делают. Не каждая, каждая просто каждая часть тела играет. Но они круто танцуют. Вот они чувствуют, очень чувствуют. Вот этот мап, этот парень. Вот он что делает, смотрите. Как будто они параллельно еще занимаются танцами. Ха! И они еще круто отыгрывают это все. Блин, какой молодец. Люди пришли посмотреть на баскет и им вот это показали. Да это же крутое шоу. Типа, все, спасибо, расходимся. Вот он пошел. А, нет, нет. Смотри, и пошел. Парни, сегодня проверим вашу, ну скажем так, баскетбольную интуицию, но это будет там на паркете. А здесь проверим, ну скажем так, ваши баскетбольные, ну пусть будут в кавычках знания. Формат называется запросы. Я буду называть вам какое-то слово, которое связано с баскетболом. Это может быть баскетбольный термин, это может быть баскетбольная фамилия, это может быть баскетбольная комбинация. А вам нужно будет написать вот здесь на этих планшетах, как вы думаете, какой самый популярный запрос в интернете с этим словом. Ну что выдает в поисковике первое, когда ты вводишь это слово. Договорились? Блин, а ты сильно любишь баскетбол, да? Очень. Ну да. Видно же по рубашке. Вот там на первом месте мама, потом баскетбол. Блин, как же вообще, ты живешь в каком противоречии с таким ростом, конечно, вообще для любого. Это просто вообще кошмар. Вся жизнь борьба. Воу, я же говорил. Итак, поехали. Первое слово, первый термин, первое, это даже не термин, это, скажем так, кличка, прозвище человека АК-47. Знаете, кому она приняла? Да, Витя АК-47. Да, на баскетбольном шоу Витя АК-47. АК-47. Нет, это я сказал, да, Витя АК-47. А принадлежит кому? А кому принадлежит? Какому баскетболисту, да. А, баскетболисту? Это баскетболист, да. Вам нужно написать самый популярный запрос, связанный с этим словом в интернете. Вы должны понимать, что, скорее всего, выдаст, возможно, не... Ты не дослушал меня. Нет, ты просто правильный ответ сейчас написал. Да, это Кириленко, все правильно. Это Андрей Кириленко, но... Какие же они предсказуемые американцы просто. Ну, да, но выдаёт в интернете, возможно, не Кириленко. Возможно, и выдаёт Кириленко. Поэтому вам сейчас нужно придумать, написать и потом показать. А, если ты вводишь АК-47, что первое в запросах? Да, что первое в запросах. Вы можете написать несколько вариантов. Репер. Да, репер. Я автомат. У меня автомат, Витя и Кириленко. Автомат, Витя и Кириленко. Давайте посмотрим, что поисковик выдаёт первым. АК-47. Пневматический купить. Пневматический. Есть пневматический, если что. Да ладно. АК-47 слушать. В целом вы попали. АК-47 страйкбольный купить. Ну и то же самое. АК-47 Википедия. Ничья разминочная. Второе слово. Пик. Пик? Да, второе слово. Пик. Я знаю, что это. Я не буду пока вам тогда говорить, что это такое. Но это касается баскетбола. Это касается баскетбола. Каждое слово связано с баскетболом. Готов? Блин. Давай потом покажем. Нет, дикпик. О, дикпик у меня будет вариант еще. У меня застройщик. Застройщик и дикпик, правильно? Да. Собственно, это все, что, кстати, пишут про этого застройщика. Дикпик. У тебя? Пик дома, квартиры и пик-пик. Ну, просто это уже так. От себя. Это когда дикпик маленький, пик-пик отправляют. Пик-пик это просто. Смотрим. Смотрим. Пик. Пик купить квартиру. Пик личный кабинет. Пик аренда. Пик комфорт. Слово бросок. Бросок узнаешь? Я знаю, знаю, знаю. Бросок? Нужно объяснять вообще? Кобры. Я уже услышал. Я тоже напишу тогда. Чего вы так подсказываете? Я первый написал. Я первый написал. Докажите, что я не первый. Ну, все. Все? Ну, ладно. Не буду кобры писать. Что, я лох, что ли? Бросок. Я написал. Ну, давай. Ладно. Такой. Бросок трехочковой кобры. Вот такой у меня будет. Бросок. Бросок. Давай. Бросок кобры и трехочковый. Трехочковый. Бросок. У тебя. Через бедро и марш-бросок. Хорошо. О, это неплохо. Посмотрим, что выдает поисковик. Чего? Бросок на Приштину. На Приштину или на Приштину. Не знаю, что это. Бросок кобры актеры. Бросок кобры 2. Смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве на русском. Два еще подпишу здесь. Бросок гадюки. Правильно. Сейчас ты вырвался вперед на одно очко. Смотри, Витя, ты здесь. Здесь Леброн Джеймс. Твои действия. Ты, значит, передаешь Леброну мяч и уходишь. О, все делает за тебя. Садишься в такси. Ты пропустил одну стадию. Меня здесь нет просто. Ладно. Потом Леброн Джеймс забивает, идет за тобой, унижает тебя сильно. Ладно. Я просто так его представляю. Злым. Едем дальше. Еще один запрос баскетбольный, который мы отгадываем. Слово «даймонд». Даймонд? Даймонд. Ну, это мы знаем. Это мы знаем, что может быть после «даймонд». Может быть, кстати. Ты же знаешь, что. Ну, да. Что-то якутское у вас? Ну, типа… А вы себе не рассказывай, не рассказывай, не рассказывай. Тогда он узнает. Нам придется убить его. Угу. Неверная компания. Первое слово. Алмаз, второй, Риана, третий. Ювелирная компания. Ювелирная компания. Я написал «ЭПЛ». Это как раз их сокращенное название компании. ЭПЛ «даймонд» называется. Это в Якутии? Да, да, да. Но оно не только в Якутии, оно здесь везде. Ну, я в смысле… Голова там. Головной офис. Слушай, а черт его знает, где сейчас сидят головной офис. Наверное, в Майами. Там, где Леброн Джеймс когда-то был. Ну, показывай, видишь. Риана и Шабрак Лакадаймин. То же самое. Смотрим. «Даймонд» «Даймонд СПА», «Даймонд Холл», «Даймонд Премиум Сиде Турция», «Даймонд Коттедж Резорт Пхукет». Блять, ну вот «Резорт» можно было, кстати, догадаться и написать. «Даймонд Пол» и «Даймонд Клифт Резорт Пхукет». Блин, а «Даймонд Пол»? Ну, я же сегодня юга первое. が-то коропко. Не GETTώνман. Не дотягивают до этого. Я не знаю как это. А вы через «Яндекс» ищите до ИН Chicago? Да, тоже East каждом. Давай последнее слово. Точнее, это будет gee слово, это будет фамилия. Наверняка, это услышали. Родман. Витя, а у тебя была мечта в детстве, что ты с отцом на площадке кидаешь мяч в баскетболе, и он такой, не расстраивайся, ковбой? Нет. У меня, знаешь, у меня отец всегда говорил... Послушай меня, ковбой! Девчонки приходят и уходят. Эта шлюха Трейси еще вернется к нам. Прикинь. Когда приходит Трейси. Эта шлюха Трейси. Пап, иди спать, блядь. Ты уже хуйню несешь, реально. Какая нахуй Трейси. Когда к родителям приходят гости, они всегда хвастаются. Типа там, у меня сын каратэ занимается. Выйди, покажи там что-нибудь. На шпагат сидится. У меня батя всегда говорил, у меня сын волейболом занимается. Я говорю, блядь, баскетболом. Баскетболом. Я говорю, баскетболом, да. Он говорит, а, да, баскетболом. Проходит три дня еще какая-нибудь пьянка. Иди сюда. У меня сын волейболом занимается. И так все время. Он до сих пор так говорит. Да? Да, поэтому не было ничего у меня. Ну что, как там твой волейбол? У тебя уже карьерное телевидение. Он такой, блядь, волейбол. Блядь, нет. Волейбол. Крупая, конечно, волейбол. И батя вдруг такой, слушай, твой сын, по-моему, на телевидении уже давно работает. И песни поет. Нет, это волейбол. Это волейбол, блядь. Он смотрит, блядь, правила поменяли, походу, да. Так, ну давайте, последнее слово. О чем мы, я сказал, родман. Родман, Денис Родман. Игоревич. Да, Денис. Игоревич Родман. Пенис. Такое навряд ли кто-то гуглит, но просто как комплимент напишем. Давай посмотрим, что у тебя. Денис. Денис. Родман, соответственно, Денис. Да. Скандал. Драка. Драка, Чикаго Буллз и прическа. В целом? У меня тоже самое, да. У меня тоже пенис. У тебя пенис. Денис. Денис. Прическа. Родман. Фото. Денис Дорохов, потому что это Яндекс. И Денис Косяков, но это уже как комплимент. И кто не гуглит Дениса Косякова никогда. Блядь, Денис Косяков. Давай сейчас, я охуею, если первое, что будет Косяков. Нет, если гуглить Денис Косяков и провелиться по первой ссылке, можно упасть в даркнет, где показывают зайцев плюс один до сих пор. Смотрим. Родман. Родман, штукатурка. Охуеть. Родман, Денис, Родман, баскетболист, штукатурка, Родман, кофе, пятигорск. Родман, штукатурка, гипсовая. А Родман есть такая штукатурка, что ли? Она, по-моему, называется Родбан, если честно, а не Родман. Я просто недавно ремонт делал. То есть ничего рядом с тем, что мы написали? Нет, мы написали правильно Денис. Денис, да. Ну, странно, что... Денис вы написали, что ли? А, подожди, а если... А, ну все, я понял, да. Я почему-то подумал, что Денис. Откуда взяться там Денису Косякову? Давайте, можете отложить пока эти планшеты. Мне понравилось рисовать. Мне понравилось, да. Давайте что-нибудь еще, чтобы рисовать. Есть какой-то вайбовость, да, вот в этом что-то такое? Так, сюда, здесь перехватили, здесь побежали, все, погнали. Блин, интересно, люди слушают вообще тренеры? Вообще да. В баскетболе я, кстати, вообще не знаю. Нет, в баскетболе очень много тренеров знаю. В хоккее очень важно. В хоккее важно? Очень важно рисовать. Очень важно, кто кого меняет. Да нет, наверняка везде важно, да? В мизаж. Ты с этим играешь. Интересно, а в каком спорте не важно рисовать? В сквоши? Да. Типа в самбо? Нужно? Ну, там лучше... Вряд ли рисую. Вот ты локтем, вот локоть, смотри. Вот ты локтем сейчас. Вот таким. Вот голова. Блядь, что это? Вот так. И вот ты локтем вот так вот сильно, а потом коленкой зажимаешь. Как коленка рисуется, я хуже знаю. Коленка? Ладно, иди. Иди просто дерись. Он старался. Как и локоть. Он старался. Я рисую так же, как в баскетбол играют. В баскетбол, да ёбка ломане. Кстати, о том, как вы играете в баскетбол, вы сегодня будете играть, и наверняка у вас будет какое-то огромное количество фейлов. Ну, каких-то провалов, смешных моментов. Я вам предлагаю сейчас посмотреть топ провальных моментов в истории НБА. Блин, я все... Витя, как он вообще затащил вас на это шоу? Он же просто заставил всех смотреть баскетбол. Алло, он занят сейчас, он в баскетбольной передаче снимается. Это мне звонят? Я забросил. Это за шквары вашего шоу? Я пьяный сказал. Или за шквары НБА? НБА. Ну, типа, да, самые вот такие, скажем так, провальные моменты. Джеймс Харден известен миру НБА не только благодаря своим дальним попаданиям, роскошной бороде и активной деятельности в стрип-клубах, но и благодаря одной очень странной особенности, ведь его лицо буквально притягивает баскетбольные мячи. Просто навыхватывал на площадке. Короче, у него еще смешной момент, что... Вы знаете такой Джеймс Харден? Заядно. Ну, достаточно популярный игрок, типа, звезда НБА считается. Типа Кириленко. Да. Я, кстати, недавно видел Кириленко вживую. Он вот буквально сегодня Табаковый здесь будет. Я не здесь выбил, а выиграл в Абу-Даби. Йоооо. Ну, это вот круто, конечно. Наверное, значит, бывал, да. А ты еще не был на НБА, да, ни разу? Нет. Это твоя мечта, да, туда сходить? Почему будет? Ну, есть твоя мечта. Да, есть мечта, я очень хочу сходить. А кто твой любимый баскетболист? Майкл Джордан. Не, реально, твой любимый Майкл Джордан? Просто вот ты, блядь, так шаришь в баскетболе, и твой любимый баскетболист Майкл Джордан? Ну да, я начал смотреть из-за него баскетбол. То есть даже не какой-то... Ну, типа, первый матч, который я посмотрел в жизни, это был матч Майкла Джордана. Его прям, он там один играл? Да, он один бегал. Не, надо признать, за ним наблюдали его какому-то даже вообще всем людям, я имею в виду. Интересуешься ты баскетболом. Ну вот скажи, самые популярные спортивные фамилии, там, Месси, Роналду, да, даже все люди знают, ну типа, кто такой Месси, кто такой Роналду, кто такой Шумахер. Да, это называется именно лицательный. Да, кто такой Джордан, потому что тебя могут, о, это вообще Джордан. Мухаммед Али. Да, Мухаммед Али. Майк Тайсон. Все, продолжай. А в хоккее кто, ну-ка, ребят? А? А в хоккее кто? Павел Бюре. Ну, Бюре, да. И еще? Ну, Овечкин, ладно. Овечкин. О заграничных. О заграничных Гашек. О заграничных Майкл Таккер. Он только начал, ты его. Из депутатского. Он, блядь, среди меня просто. Майкл Таккер. Из знаменитых. Он нажимает на секунду незадуманно. На нахуй сразу тебе. Блин, я же вообще, я бы хотел обещать, что когда ты пойдешь на НБА, ты будешь вести прямой эфир. Я просто такой, если тебе настолько нравится баскетбол, что ты придумал это шоу, я хотел бы посмотреть на тебя. Вот, знаешь, у меня просто нет такой мечты, я бы хотел сильно посмотреть, как он радуется. Ну, у тебя какая мечта спортивная есть, скажи? Давай, скажи, когда поедешь, я внизу под тебя сделаю, просто посмотреть на тебя. Давай вместе подаваться. Да я на самом деле получил. Я хотел с женой съездить, но что-то ты прикольный, бацан, давай вместе пойдем. Да, поехали, я хочу просто посмотреть. Я извращенец на самом деле, смотрю. Просто наблюдаю за людей. А на какую команду ты хочешь посмотреть больше всего? Сейчас у меня нет любимой команды. Я хочу побоить в Чикаго. Ну, типа, где играл Майкл, сходить на эту арену, посмотреть на ему поста или там большой памятник. Хочу там побоить. А Булс, они сейчас вообще есть? Они есть, ну, так. Плохо доиграют? Кто сейчас лучшая команда? Сейчас? Да. Считает. Лейкерс? Лейкерс я тоже слышал. Лос-Анджелес Лейкерс. Нет, в Лос-Анджелесе нет, они там с переменным успехом. Денвер Наггетс. Денвер Наггетс? Там играет Йокич. Это что-то с... Йокич? Да. Это серб. Да, блин, серб. Я вообще сербов очень люблю. Молодой серб. Он и серб, и молод. Да, ему 2, он где-то 2,60, наверное, да, ростом? 2,35. Не, наверное, да, метра три, как Исполин. Его в сербии называют огромный дадитко. Типа 2,12 или что-то 2,14. Это человек, который максимально выглядит неспортивно. Он выиграл чемпионство. Неспортивно, смотри, у него путь типа леча? Ну, вот он такой, он какой-то, да. Обтекшие плечи? Афроамериканцы, они все накачаны, очень атлетичные. А этот прям, он вот такой, вот в такой манере наваливает, там, отдает кучу передач, очень много очков наваливает. Он выиграл чемпионат, поехал в Сербию. Ну, типа, знаешь, все, межсезонка идет, все качаются в залах, тренируются с индивидуальными тренерами. И у него Инстаграм просто, он бухает в каких-то деревнях сербских, на лошадях катается, бухает в баре, вот такой, потом приезжает и выигрывает чемпионат. А почему его держат в команде? В смысле, он талантливый, у него бросок. Да, он очень талантливый. Ну, и плюс еще ко всему, все остаются в Америке, а он едет в Сербию, что там еще делать? Ну, да. Только кустурица там, да и он. Все, все на баскетбол. Еее! Сербию. 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 Сербию.